Ребят, привет! С вами, как всегда, Джамбо Макс, и в этот раз я вам расскажу и покажу, что было на Игромире 2019. В этом видеоролике вы узнаете очень много интересных историй, каков был стенд Xbox, был ли стенд PlayStation, какие игры привезли. А самое главное, я вам расскажу, как нам удалось выиграть Xbox One без дисковода. А также я расскажу, стоит ли вообще ехать на Игромир, что там лучше всего делать и каким образом. И да, на протяжении всего видоса будут коды на 14 дней Xbox Game Pass Ultimate. Ну, это та подписка, которую дают и Gold, и Xbox Game Pass сразу. Поэтому, если вы вдруг успели забрать, то напишите об этом. А если вы не успели забрать, то не печальтесь, в нашей группе ВКонтакте, ссылочка будет в описании. Проходят каждый день розыгрыши на множество кодов Xbox Game Pass Ultimate. Поэтому палите и выигрывайте. Видос будет в виде влога с комментариями и помимо вставок с самого Игромира, я вам буду рассказывать, что и как проходило. Ролик получается действительно длинный, но интересный. Поэтому, если вам вдруг влом смотреть абсолютно всё, то в комментариях вы найдёте там коды на самые интересные моменты. И давайте всё-таки начнём. Начался этот день с раннего подъёма в 5 часов утра, дабы приехать на Игромир пораньше и попасть на самые ожидаемые проекты. Мы ездили в пятницу, как обычные парни, и каких-либо приглашений мы не получали. На самом деле, я не знаю, что мы делаем не так, но из года в год нас не зовут на Игромир, и походу мы пока просто маленькие. Со мной на Игромир поехал мой брат Диман, и именно с ним мы постояли полтора часа в очереди и немножко так промокли. Поэтому не сильно удивляйтесь, почему у меня был шухер на голове в начале видео. Да, первый этап мы прошли, сейчас будут билеты. Первым делом, когда мы всё-таки зашли в здание, мы пробежались по всему Игромиру, дабы понять, что мы больше всего хотим увидеть. Они рванули сразу на Киберпанк, ибо знали, что на него большой ажиотаж. Смотрите, просто вот это вся очередь, это на Киберпанк. Диман, ты хочешь здесь постоять? А подожди, он закрытый или нет? Он закрытый, и он, по-моему, кругом вот так вот делается ещё. А пошли с той стороны посмотрим. Пойдём, но это всё, если хочешь поиграть в Киберпанк, лучше сюда устраиваться на работу. После же глаз пал на стенд X-Box, ибо он был весьма большой и классно оформлен в стиле Gears of War. Вау! О, мой бог! Что только я не сказал об оптимизации. Гиря здесь, конечно, сделана просто офигенно. Давайте будем на гирь, сейчас мы начнем на фрингу. Это очень клёво. Вау! Как классно, да? Вау! Нет, стенд гири очень классно, очень классно атмосферно. Самое главное прикольное, то, что здесь такой красный оттенок, и как-то немножко атмосферненько, типа, такие порванные эти, короче, это очень клёво. На выходе из стенда Gears of War нас встретил человек, который нас узнал. Дал нам пятюню, и вообще рассказал, как проходит Игромир. За такой тёплый приём большое спасибо, и мы даже не предполагали, что нас может кто-то узнать, и произойдёт что-то нечто подобное. После мы пошли на стенде X-Box получать листок активности, дабы выиграть вот такую вот термокружку. Ребят, добрый день! Здрасте! Вот на эту штучку. А это у нас, друзья мои, проходит откурс. Вам нужно пройти 4 из Куйтаги, получить 4 печати, чтобы заработать вот такую вот кружечку. Всё на самом деле очень просто. Нужно сыграть в Tom Clancy Girls Record, пройти пещеру Gears 5, сходить в кино на Watch Dogs, и самая простая тема – это опубликовать постинг с нашего стендера, и получить кружку. Так как к тому моменту народ всё больше стал подходить, мы ещё раз пробежались по всей выставке. Вы не поверите, я всегда мечтал о такой фигурке, но он не очень дорогие. И поняли, что да, для нас интересен лишь Киберпанк и стенд Xbox. На Киберпанк, к сожалению, была ну слишком большая очередь, и мы не рискнули потерять там полдня. Поэтому приняли решение потусить на стенде Xbox, потому что именно для нас он был весьма интересный. Нам через некоторое время потянулись ещё админы GPX. И мы все дружно начали проходить задания, попутно пробуя и смотря различные видеоигры. Кстати, познакомьтесь, это Лёха, команда 1138. Это, кстати, тот человек, который делает для вас новости в группе, желает вам доброго утра и балует дредшотами. Поэтому выпишите ему отдельный лайк под видосом. А это Макс с ником МакЗахан. Он шарит по вселенной Halo, публикует игры по голоду и проведет ошибки в постах, если они имеются. Пока стояли в очереди на Witch Dogs Legion, среди тех, кто был с нами рядом, мы разыгрывали браслеты при помощи камень-ножницы-бумага. Было весело, независимо от того, выигрывали они или проигрывали, мы всё равно давали им браслеты. Кстати, с одним парнем, ну уж слишком долго мы рубились. Сразе. Всё, игрок найден. На счёт три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Пять часов позже. Раз, два, три. Раз, два, три. Мы не сговариваемся, отвечаю. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Заработанный браслетик. Спасибо. Немного в это время подоставали промоутеров. Они отбивались как могли, шутили и поддерживали такую дружественную и весёлую обстановку, за это им огромный респект. Браслетик. Лучший игрок. Попробуй, покупай. Молодцы. Сейчас мы... Немножко Део Суэкса и Сенсово. Короче, мы сейчас вышли с показа Альфы У Эйчдокс Легион. Как вам? Крут. Прикольно. Вообще не фанат Уэйчдокс, но интересно показалось. Это интересно, в принципе, да. Достаточно прикольно. Я ни разу не был на таких вот показах, и как бы игра показана интересно и прикольно. Но единственное, Альфа выглядит пока сыровато. Надеюсь на оптимизацию. Добавлю, кстати, немножечко комментариев по поводу Уэйчдокс Легион. Несмотря на сыроватость Альфы, игра была показана действительно интересно. Самая главная фишка с вербовкой абсолютно любого персонажа выглядит действительно здорово. То есть любой персонаж, который встречается вам в этом мире, это отдельная личность, которая может подойти лучше для той или иной миссии, или же для вашей манеры прохождения. В этой части много всяких гаджетов, способностей, перков. То есть любителям серии Уэйчдокс игра должна по-любому понравиться. После же мы отправились выполнять другие задания и благополучно получили вот такую термокружку. Ну а о всем луте, который нам удалось добыть на игромире, я расскажу в следующем видео. Дальше мы, по сути, бесполезно ходили по игромиру. Каких-то реально громких проектов было действительно мало. Это, пожалуй, был лишь Киберпанк и Уэйчдокс Легион. Все остальное либо уже вышло, либо было весьма неактуально и по типу МК-11. Если уж говорить грубо, то новинок по сути не было вообще. И тут я хочу высказаться о игромире в целом. Самая большая проблема и ошибка посетителей это то, что они не знают, что им нужно. Когда приходишь на игромир, тебе хочется поучаствовать и посмотреть абсолютно на все. Потому что на каждых стендах есть что-то интересное. Но успеть везде у вас просто не получится, потому что стендов много, у каждого свой план и, самое главное, своя очередь. Несмотря на то, что мы очень хотели взглянуть на Киберпанк, мы, ну, просто не рискнули потерять там полдня, потому что очередь была действительно большая. Да, впускали по 30 человек, но очередь с каждым разом не уменьшалась. Но еще большая очередь стояла за шмотом Кодзимы по игре Death Stranding. Сорян за мой английский. А, блядь, это очередь на Кодзиму? Охереть, охереть. Так, прошу прощения, я не в очередь, просто проехать не ком. Это очередь, чтобы купить шмот Кодзимы? Серьезно? Он, он гений. Что делает Кодзима в России? Это просто нечто. Он, наверное, куда уходит. Ё, мать. Который был, кстати, сделан в Минске, немножко отличался от предыдущих версий футболок и весьма так нормально таки стоил. 1700, по-моему, за футболочку. Тут комментировать не буду, просто Кодзима гений. Хочу, кстати, высказаться насчет косплея. Либо мне второй год не везет, либо косплеер в действительно годных стало намного меньше. Реально каких-то крутых образов, к сожалению, стало мало. Но зато было достаточно голых промо девушек. И, к сожалению, на Игромере 2019 я, по сути, ни с кем из косплееров и не сфоткался. Пока шло время, мы встречали наших подписчиков, фоткались с ними и давали им на память наши браслеты. И просто тусили около стенда Xbox. Кстати, там нормально такая движуха была, там выходили блогеры, я знал лишь Аляшу, Сорян, девушку по имени Дина Блин, Шуза и еще одного парня я, к сожалению, не знал, но так или иначе они хорошо провели мероприятие. Были розыгрыши, кто-то получал кружку, кто-то наборы Лего. Ну, в общем, движуха была прикольная, но не идеальна. Ибо некоторые конкурсы, они были придуманы немножко странно. Да, я понимаю, что в принципе все, что показано было ориентировано на мини-рекламу, но, блин, как-то это все равно не так. К примеру, когда было время для Gears of War 5, то был конкурс, кто наберет больше очков в Варде. Хотя, в принципе, режим сделан для кооперативного прохождения и там капец как лагало. То есть, как бы, это немножко не ввязывается вот в эту всю движуху. Также был на стенде Xbox один из разрабов Киберпан. Он немножко рассказал об игре и разыграл памятные сувениры. Там, кстати, парень выиграл весьма эксклюзивную куртку. И, как нам сказал парень не из толпы, он выиграл уже на этом мероприятии вторую такую куртку. Стенда PlayStation, к сожалению, не было. Он был в виде стенда турнира по МК-11. Кстати, турниров было два. И один из них был на очень большом экране. А вот здесь вот проходит турнир на PlayStation 4 по Mortal Commodore. Ох, Игнат, жаль, что тебя здесь нет. Так бы плойку ты изи бы забрал. Несмотря на то, что игромир был насыщен, что-то такого мега интересного и притягивающего не было. Ну, кроме Киберпанк, конечно же. И, кстати, было очень обидно, что не привезли тот самый мотоцикл с Киберпанк. Хотя, вроде как, обещали. Со стороны кажется, что игромир очень насыщен. И это действительно так. Но по сравнению с предыдущими годами, он стал намного меньше. В нем стало намного меньше стендов и намного меньше игр, которые можно попробовать. В сути все новинки, которые приехали на игры мир, по большему счету их можно было только лишь посмотреть. В прошлых же годах акцент был сделан на том, чтобы их можно было поиграть. В этот раз только на показ. Дорогой Виджил. Короче, иди спей. Братан, жаль, что это не пришло. Так мы потусили бы вместе. Все. Но сейчас же год мы с тобой по-любому должны здесь тусануть. Время показывало уже 16.30. И тут начинается самое интересное. А именно, началась викторина, в которой можно было выиграть Xbox One без дисковода. Сейчас будет розыгрыш Xbox One. Так как из админки было три человека и все шарили за Хуан, мы решили увеличить свои шансы на победу. Мы просто сосредоточились рядом сцены и начали ждать начала. Кстати, для участия в этом розыгрыше надо было сохранить тот лист активности с заданиями со стенда Xbox. Самый прикол, кстати, этой ситуации был в том, что когда мы получали памятные подарки, эти листы можно было оставить. И никто даже не догадывался, что эти листы могут когда-то пригодиться и что они нужны для розыгрыша. Поэтому многие, кто хотел участвовать в розыгрыше, просто забыли свои листки на столике. И людей, которые все-таки оставили эти листочки, было крайне мало, что опять же увеличило наши шансы на победу. Но благо мы сохранили эти листочки и все втроем все-таки поучаствовали. Сначала надо было первым поднять руку, ответить на простой вопрос и показать вот этот листок активности. Какая производительность? Пульс, мусорный! И угадайте, кто вышел в розыгрыш. Да, мы втроем и еще пару человек. Некоторые вопросы, кстати, были крайне легкие, на которые, мне кажется, каждый знал ответ. А вот некоторые были реально сложные, поскольку они были ориентированы на некоторые игры. То есть нам еще, по сути, повезло, что некоторые вопросы нам не выбыли. И по названию первого босса в Капхэт, ну мало кто помнит. Ромашка и все. А надо было название. Что было в итоге? Мы, команда GBX, вышли в финал. И на правильные ответы мы ходили из стороны в сторону, и организаторы начали уже нервничать, поскольку у них кончались вопросы. И они как бы уже понимали, что мы в тиме, и нам пофиг, кто получит Xbox. Мы уже там чисто угорали, фоткались, и когда мы подошли к финальному вопросу, нам уже было пофиг, кто победит, поскольку мы командой вышли в финал. Нам задают последний вопрос, и кто первый стукнет по ладошке, и на него ответит, тот в принципе и получает Xbox. Первым был Макс, и он официально выиграл Xbox. Кстати, признаюсь, что на последний вопрос я не знал ответа, и мне уже было к тому времени пофиг, кто заберет Хуан. Радовались капец как, поскольку это был самый простой лут, и самый такой масштабный. И кстати, организаторы сами были немножко в шоке, поскольку недопонимали, типа, откуда мы взялись, и почему мы так с легкостью отвечаем на те или иные вопросы. Честно, Xbox, за которым мы шли, мы хотели разыграть, поскольку каждый из нас уже имеет Xbox. Макс имеет X-версию, Леха X-версию, я имею S-ку и F-ку. По сути, ну, нам Xbox нафиг не нужен. Вначале мы шли к команде GPX, а в финале выиграл Макс, поэтому, в принципе, что делать с Хуаном, будет решать именно он. И на этом, собственно, наши приключения подходили уже к концу. Пока ходили по Игромиру, попытав еще раз счастье на сцене Киберпанк, очередь там, к сожалению, была уже закрыта. Под конец Игромира, к сожалению, на Киберпанк попасть уже не удается, поскольку уже поставили блок на очередь. Наглеть не будем, пойдем смотреть дальше. И по пути мы встретили еще одного нашего подписчика. Это был, наверное, один из тех, кто, ну, прям безумно нас был там видеть. Настолько был рад, что даже подготовил нам подарки. Подарил нам два спиннера, по-моему, наклейку и сумку-подсменку от Nvidia. Кстати, большое спасибо тебе за добрые слова и за такие подгоны. Это было очень неожиданно и очень приятно. Кстати, именно ему удалось в этот день выиграть телефон, и на следующий день он еще сфоткался с Кодзимой. То есть это реально везучий чувак. И, кстати, пользуясь случаем, хочу абсолютно всем сказать спасибо, кто нас узнал. В особенности спасибо парням со стенда Xbox. Они нас очень тепло встретили, это было неожиданно, очень приятно, да и вообще приятно от людей получать вот такую вот эмоциональную поддержку и просто человеческого отношения. Все давали пятюню, все рады были видеть нас, это было взаимно. Это, это на самом деле просто непередаваемое ощущение, ребят. И за это, ребят, большое вам человеческое спасибо. Благодаря этой встрече, благодаря этому дню, мы и я в том числе поняли, что мы идем в правильном направлении. Да, нас не замечают большие компании, нам не шлют какие-то приглашения, нас не спонсируют. Но самое главное, теперь мы знаем, что людям нравится то, что мы делаем. А это, пожалуй, самое главное и самое приятное. И вся эта вот ситуация только еще больше замотивировала нас двигаться дальше и делать лучше. Поскольку вся наша деятельность окупается за счет вот этих добрых слов и человеческого отношения. Ребята, большое вам спасибо за это, правда, вот это действительно очень приятно. Я от этого дня все еще на эмоциях и мне безумно приятно, что людям нравится то, что мы делаем. Поэтому, ребят, большое спасибо вам за эту поддержку, нам очень приятно. Как в итоге к Игромиру и к всему, что произошло, хочу сказать следующее. Было действительно очень круто, хотелось побывать везде, но из-за того, что мы были всего лишь один день и было много народу, это, к сожалению, неосуществимо. Нам, кстати, еще повезло, что мы приехали именно в пятницу, поскольку, по словам других подписчиков, которые были в субботу, там была жопа, поскольку приезжал Кодзима. Было просто море народу, поскольку многие приехали именно из-за него. Чтобы попасть практически везде и посмотреть на все то, что вы хотите, это нужно либо покупать випку и идти на все дни, либо же иди в бизнес день, когда мало народу. Если сравнивать Игромиру 2019 с предыдущими годами, то он получился намного слабже. Это, кстати, было отчасти из-за меньшего количества стендов и из-за меньшего интерактива в играх. То есть их показывали, а не давали поиграть. Приходя из года в год, ты уже не получаешь тех эмоций, которые получал ранее. Косплеи уже не впечатляют, их стало намного меньше, каких-то розыгрышей, каких-то буклетов стало меньше, и они стали менее доступны. Если же в прошлых годах там с Игромиром можно было вынести, я не знаю, вот такие вот томы брошюрок, всяких наклеек, то в этом Игромире стало как-то с этим попроще. Стенд Xbox это, кстати, один из стендов, который много чего давал своим участникам, за это им отдельный респект. В целом, от выставки я остался доволен, а особенно доволен от стенда Xbox, потому что это был один из самых таких масштабных стендов, и он нам был интересен. Но от самого этого дня я остался просто без ума. В этот день мы очень много ходили, у нас у всех разболелась голова, я сорвал голос, поскольку я это все записывал, и записывал немножко крича. У меня, кстати, до сих пор горло пишет ужасно, правда. Но, несмотря на все это, этот день останется в памяти навсегда, потому что он был очень насыщенный и подарил реально много эмоций. Те, кто ни разу не был на Игромире, будут в восторге, скорее всего, от этого мероприятия, но если вы уже не первый раз на Игромире, не первый год, то, к сожалению, он покажется вам немножко скучным. Посмотрим, что будет в следующем году. А на этом у меня все. В следующем видео я вам расскажу про весь лут, который нам удалось добыть на Игромире 2019. Также надеюсь, что вам понравился этот видеоролик, если это действительно так, то поддержите его лайком, подпишитесь на канал и оставьте свой комментарий. Напишите свое мнение Игромире, попали ли вы в этом году, что вам нравится, что не нравится, и не забывайте писать насчет кодов. Какой код успели активировать или не успели активировать. Если не успели, то не печальтесь в нашей группе ВКонтакте, ссылочка на нее будет в описании. Есть розыгрыши на те же коды Xbox Game Pass Ultimate, поэтому подписывайтесь и участвуйте. На этом у меня действительно все. Большое вам спасибо еще раз за поддержку и большое спасибо за просмотр, друзья. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok